Смотреться к работе и развивать автоматику, и всё, в каком случае, если на 40% упало, что-то не выполняет. Акос только вручную, да? Техники нет? Бензонкосы есть, и в газонкосилке. Нет, я понимаю, что это. Ну что, белорусы... Нет газонкосилка обычная, но зачастую они легко выходят из строя, потому что камень попадает и всё. Пять раз написано, пять раз. Ну, пять раз, конечно, не выкашивалось никогда. Центральная площадь выкашивается, как правило. Пять раз? Центральная площадь, да. Спрашиваем с него объёмы, спрашиваем с него сроки, а просто люди не идут работать, потому что опять же подрядчик валит в минимальный раз генера оплата труда. Да? Да, он везде и в рот. Ну, он там за тысячи. Я, как сказать, с ним учился, я говорю, что он заплатил. Мы же изначально, помните, тут рассуждали, когда читали, да, пять раз там до чистка дорог, мы сразу говорили, что не будет сделано. Что нам сказать? Мы не заплатим, так мы не про заплатим, а про чистоту города. Машка съедает, невозможно выйти вечером на улицу, и пятишки не гуляют, всё травой заросло. Это же невозможно. Да? Значит, ну, правда надо рассматривать подрядчиков. Нет, я считаю, что если подрядчик вышел, ну, точнее, не подрядчик, а человек вышел на конкурс, он же должен рассчитывать свои силы, он же читает конкурсную документацию. Что-то его проблемы есть, у него нет, у него нет. Он не выполняет конкурсную документацию. Не выполняет, не выполняет, если у него нет никаких проблем. Мы же тут не понимаем, что кто-то... А у края этого... Грачок. Безинцерап. Кто такой, да? Он в основе раз уже. Двадцать лет занимается. Сколько лет? Третий год точно. Ну. Да. Ну, видите, опять же, он пошел на 44-м ТТЗ. Он упал до минимума. Все остальные отказались. Да мы бы не были. Ну, прошел... Мы сейчас сказали, что он не выполняет. Даже с вашей слов, что он... И мы направляем претензию. Он после направления претензий выполняет это. Ну, отстает к другому, да. Отстает к другому. Мы снова направляем претензию, он выполняет это, и это замкнул. Включную. Кратность четыре раза в месяц. То есть, каждую неделю обслуживающая организация вымела сквер. Два... Восемь раз в месяц уборка урн. То есть, это два раза за неделю убрали урны. Очистка от случайного мусора. То есть, если подмели, очистка от случайного... И урны убрали от случайного мусора. Это какой вид работы? Это что делает? Это случайный мусор? Да. Это то, что лежит на газонах. То есть, в самом сфере не на дорожках, а за дорожками. Это случайный мусор. Ну, то есть, они подмели и еще раз в две недели собрали случайный мусор на газонах. Не там, где подмели, а совсем в другом месте, на газонах. И пять раз выкосили за летний период. То есть, это два раза в месяц, что ли, получается? Если три месяца лета, ну, там, чуть-чуть сдвинется. У нас лето начинается по контракту с 15 апреля. Да. Но в мае у нас точно никто не косил. И я думаю, что если вот эти мероприятия выполнять согласно контракту, то, мне кажется, там бы было чисто и здорово. Ну, я с вами в этом плане не спорю. Я понимаю, что вы... А вы не должны спорить. Вы проверять должны. Вы же должны проверять это все. И у нас прописано, что вы осуществляете контроль, визуальный контроль. Вы принимаете, подписываете. Ну, куда еще лучше-то вот все заложено. Деньги на это рассчитаны. Период прописан. Все остается только исполнять. Просто у подрядчика две или три женщины, которые это делают. И они не могут... Мы в прошлый раз об этом говорили. Они не могут два раза подметать. Ну, то есть один сквер убрали, на второй у них уже просто физически нет ни времени, ни сил.